Глобальный энергетический кризис ускорил закат эры ископаемого топлива. Аналитики Международного энергетического агентства вычислили, когда это случится. Рекордные цены на уголь, газ и нефть спровоцировали рост тарифов на электроэнергию и инфляцию во всем мире. По подсчетам экспертов, агентства производители углеводорода получили около 2 трлн долларов чистой прибыли благодаря этому кризису. Но максимальные цены и пиковое потребление – это временный эффект, который не продлится долго. Спрос на уголь начнет сокращаться уже через несколько лет, на нефть и газ чуть позже, после стабилизации к концу десятилетия. Из-за снижения экспорта из России крупные потребители по всему миру вынуждены искать новые источники. Это подталкивает развитие возобновляемой и водородной энергетики. По данным агентства, нынешний кризис также улучшил климатический прогноз. Темпы глобального потепления замедлятся до 2,5 градусов. Впервые с начала индустриальной революции мы увидим пик ископаемой энергетики примерно к 2030 году. На протяжении последних 30 лет доля ископаемого топлива постоянно составляла около 80%. И в районе 2030 года мы увидим падение этой доли до отметки ниже 70%. Это сценарий, построенный на сегодняшнем политическом контексте. Дополнительные усилия по развитию чистой энергетики могут еще больше повлиять на ситуацию. Дополнительные усилия по развитию чистой энергетики.